Всем привет! Меня зовут Долгат Салыков и у меня есть решение, как снизить цены на все товары и лекарства. Инфляция в Казахстане составляет более 20%. Цены постоянно растут, а зарплата не увеличивается. Казахстанцы все чаще берут кредиты и влезают в долги. Остается работать только на еду и налоги. Это рабство. Необходимо создать приложение, назовем его Best Price. Как оно работает? Все очень просто. Допустим, вы приходите в магазин, в Смол или Магнум, или где вы там закупаетесь, не суть. Берете с полки товар, который хотите купить. Открываете приложение Best Price и сканируете штрих-код на упаковке. Приложение показывает вам на карте, где вы можете купить этот товар по наиболее выгодной цене. К примеру, возьмем каргизский биос. В Смоле он стоит 545 тенге, а в магазине возле дома я покупаю его за 400 тенге. Разница составляет 145 тенге. Это более 30% Карл. То же самое и с другими товарами и лекарствами. Представьте, что у вас закончились таблетки и вам нужно купить еще. Вы просто сканируете штрих-код на упаковке и приложение показывает, где недалеко от вашего дома вы можете купить это лекарство по наиболее выгодной цене. Мы живем при капитализме и рыночной экономике. Государство не имеет права регулировать цены. Рыночная экономика так не работает. Продавец сам решает, по какой цене продавать товар. Но мы можем мотивировать его снизить цену. Допустим, поставщик снабдил продавца товаром. Продавец сканирует штрих-код и видит, по какой цене продают этот же товар его конкуренты. Чтобы увеличить продажи, продавец снизит цену до уровня рыночной цены. Таким образом, можно снизить цены по Казахстану как минимум на 10-15%. Совсем не обязательно создавать новое приложение. Достаточно модифицировать уже действующее. Здесь ничего сложного. Например, приложение Каспи. Они уже давно работают с QR и штрих-кодами. Каспи, Тугис, ОЛХ, Яндекс и так далее. Им не составит труда реализовать эту идею. Выигрыши останутся все. Потребители сэкономят деньги. Маленькие продавцы смогут конкурировать с большими супермаркетами. А государство получит статистику в реальном времени. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова